так как снежок уже стал большой и по закону питонов тигровых нельзя содержать которые больше четырех метров поэтому мы его продали в коллекцию вот и на те средства вот помоложе питончика взяли это тоже самец снежок дубль 2 снежок 2 но он дикий ну так как полу дикий грубо говоря то есть его приручать то есть как я говорила уже что питонов надо приручать каждый день брать в руки чтобы он не боялся кусают они в основном из страха за страха кусают вот но когда его берешь руки буквально несколько минут проходит он понимает что все в порядке и он становится более спокойным атаку сразу идет масть масть не надо у нас тут собаки гуляют вот сразу идет бросок он убивает телом руку ну вот сейчас он не настолько не не такой опасный то есть сейчас его еще приручить можно но если он вырастет уже больше двух метров опасность том что если руку обовьет и сожмет ее может просто сломать питоны опасны даже не укусом а именно своим телом своим телом да то есть у них тело становится каменное когда они пытаются кого-то задушить но это представьте то мышцы это практически одни мышцы с позвоночником и внутренние органы у них маленькие вот скупать понесем сходил в туалет удобное животное каждый день не надо кормить как собак каждый день не надо купать они каждый день не ходят в туалет вот такого размера раз в неделю это он просто да вот такого кормим раз в неделю вот маленьких тех раз пять дней а это примерно раз в семь-восемь дней кормим он уже крыс ест крыса средних крысы он съедает спокойно на приручение сейчас ну и на подращивание конечно но и сейчас вот тоже вынесли на солнце чтобы естественный ультрафиолет получить извините за мою дикцию зуб удалила извините за мою дикцию зуб удалила поэтому говорит толком не могу вот так что будем их приручать будем вам их показывать будем купания показывать вот ну вот пока лето вот такие прогулки мы делаем каждый день это занимает немного времени на ультрафиолете естественном на солнце то есть как только питончик нагревается это можно почувствовать поюте по его телу тогда можно уносить все таки естественное солнце очень благотворно влияет на всех животных она нужна всем независимо рептилии это собака или кошка то есть естественный ультрафиолет кстати убирает большое количество вирусов вот наши собаки гуляют принимают солнечные ванны а мы гуляем с питончиком естественно не в разных террариумах у те две самочки они пока в одном но мы их будем рассаживать потому что кормление только индивидуально это охрана наши а